Здесь, в первую очередь, для Беларуси критичные позиции, почему тяжело внедряются информационные технологии, это, конечно, на платежеспособность спроса. То есть, любые сервисы, конечно, они дают преимущество для людей, не надо стоять в очередях. Многие вопросы можно решить в существенном экономии времени, но это стоит. За удобство, вообще говоря, кто-то должен заплатить. Либо человек, либо тот, кто предоставляет этот сервис. Кто-то за это заплатит должен. Мы еще эти вопросы здесь будем поднимать, у нас коллеги присутствуют, которые остановятся. Но поскольку мы работаем, мы знаем, что вообще переложить, например, все эти вопросы на поставщика услуг, в сегодняшних реальных выложениях достаточно сложно. Не все у нас эти сервисы высокорентабельные, а некоторые, прямо скажем, не очень рентабельные, поэтому усугублять затратную часть дополнительными сервисами достаточно сложно. В результате получается, что платежеспособного спроса нет, поставщики услуг тоже не готовы взять на себя эти дополнительные расходы. И это, конечно, существенно сдерживает, можно сказать, стандартные сервисы, которые уже давляются стандартными, в общем-то, на наших государств соседей. То есть это причины чисто такие объективные, на мой взгляд. Есть, конечно, и субъективные, то есть все-таки недостаточная где-то грамотность нашего населения. Сейчас, конечно, большая работа проводится в финансовом секторе, в финансовой грамотности. То есть даже там, где и можно воспользоваться каким-то услугами, человек просто иногда не готов. Поэтому, значит, вот у нас все время аспекты IT-образования, они как бы касаются вопросов подготовки специалистов для отрасли. Ну, наверное, где-то что-то надо и готовить пользователей, потому что не всегда люди могут воспользоваться даже теми услугами, которые есть. Просто зачастую боятся, значит, нажать какую-то кнопку, а вдруг деньги, условно говоря, финансы пропадут, да, значит. Ну и, значит, лучше я пойду с человеком, поговорю по-человечески. И билет куплю, значит, мне объяснят, куда я ехать, и не надо иметь кнопочку. То есть здесь, конечно, еще тоже достаточно широкое поле для работы. В том числе, кстати говоря, и эти компании. Мы постоянно, как бы, помимо того, что разрабатываем что-то, все-таки пытаемся и пропагандировать этот сервис. Вот сегодняшнее мероприятие, это тоже часть этой компании, чтобы донести его с помощью средств массового, информации, все-таки, что не надо бояться информационных технологий. По крайней мере, те, что есть, их надо использовать, значит, в своей повседневной жизни. Ментальность людей, конечно, меняется. Хотелось бы быстрее, но, значит, все зависит от наших коллективных усилий. Вот, как бы, если оценка, с одной стороны оценка, с другой стороны, все-таки, как бы, видение, как нам сдвинуться. Позитив. Поэтому я хочу поблагодарить, понадеяться, что на многие годы у нас, мы говорили, что дискуссия у нас небольшая, 20 лет. Но и в будущем у нас еще много-много лет совместной работы. Что будет, ну, тема действительно очень важная, очень важная для нашего общества. Поэтому я надеюсь, что эта дискуссия была полезна. Спасибо всем.